а теперь смотрите и так еще раз не было вот этого не стал бы я это как продолжение темы и так академик заслуженный почетный академик настоящий вот один из самых выдающихся там где-то 50 сортов яблони там 40 сортов груш это не это но при этом он параллельно учит людей чтобы у них снизилась морозостойкость и главное все это официально я почему говорю у него последуют такие что благодаря интернету они угробили содраться на всей россии я не посмотрел сколько у него книги там может быть 10 20 тысяч экземпляров это еще не вся россия вся россия последователи смотрите еще лучше если ежегодно проводить обрезку раз теперь он книга посвящена груши упоминается яблони посвящена груши вот теперь видите что он делает он подводит теорию что вот это вот нормально это не нормально это понимаете это при том что разные условия миллионы лет формировался определенный тип крови и об этом вот олег олег тучи уже надо мне слушать отказать сколько можно константин повторять что там где много солнца но мало туч вот там влага собирается как можно ближе к штамбу и в то же время штамм должен быть сухой потому что в этих засушенных местах он сгнивает если вдруг вот поменялся климат пошли дожди а зачем способствует человеку этому то есть брать и здесь распирать его так как будто это яблоня а яблоня наоборот думаете почему крушение от водка вот это потому что у нее генетически не родилось это свойство она из сухих мест а яблоня наоборот вот она откнулась в эту самую подпочвенную воду и начинает гнить условия другие особо не где-то она начинает давать вот эти вот сами я покажу еще вот вот как вот это вот не приходило в голову сотни лет вы скажете тридцатом году или там середине девятнадцатого года и может быть шередер или может быть ламарки или может этот бирбанк это в этом писал может быть но тогда почему здесь наоборот не написано что ни в коем случае грушу нельзя это пирамидальную крону нельзя это не обрезка и не распорками нельзя вот так делать это приближает смерть а обрезка ежегодно вот это и подразумевает посмотрите это же самая книга я вам еще не показал вот когда вы скажите кто-то считает что какие-то из этих этих самых срезов правильные какие-то неправильные вот а для меня 1 2 3 4 все смертельные вы разницу почувствовали в принципе вы когда будете ветку отрезать и как здесь написано укорачивать вот эта рана она по площади в десять раз больше вот этой веточки поглядитесь хоть и это внутри раза пять раз больше по площади это всегда заходит мороз в любом случае это вам кажется что рана хорошо зарастает ни хрена она не зарастает я вот этого понять не могу сам принцип перевода укорачивания нельзя делать вообще то есть его не делать тогда нет схемы тогда книга на целую страницу меньше вот гонорар меньше распорка по вилкову да это любой дурак не только вилково петров сидоров эту распорку ставится сказать это только зачем нельзя этого делать вырезать на кольцо выламывать и что вы представляете выламывать аж вы это невероятно как можно подойти к живому дереву я еще знаю с людьми экспериментировали вы знаете как делали уродов нет кстати он советует делать уродов из деревьев вы помните этих карлиц карликов вот и специально делали зон носик ломали вот кому надо отрезали эти так называемые репродуктивные органы поняли о чем я выбрал такое слово нейтрально репродуктивные органы вы помните да эти туфельки китайских принцесс я еще три-четыре года ногу обуле в туфельке не дают расти туфелька жесткая она растет а однажды остается такая а почему а такое извращение ребенок вроде остается вроде взрослая девушка она ребенок то есть это уже половое извращение с такими заниматься там чем-то вот это еще но здесь то же самое а потом как можно вот это можно написать а попробуйте вы вот это все подходить дереву каждой ветке внимание соподчинение обеспечивается диаметр каждой скелетной ветки составляется пол диаметра ствола в месте отхождения а если меньше а если больше когда толщина превышает 0 5 такой суп чрезмерно усиливается вот и вы подходите к нормальному дереву ну сколько я показывал десятки да а вот это вы будете вы микрометр взяли нет а в другом месте вы взяли это знаете как он называется ой это бывший лучший ученик так сейчас ну который угол градусов мерит память чёрт опозорился вот опозорился точно ну вы поняли и вы что думаете а вот здесь ошибка принципиальнейшая здесь ясно написано вот это страшная вещь вот якобы вот здесь будет здесь всегда пугает дуплом вот это действительно огромная рана а вот это якобы заживет никогда вот когда-нибудь придет время вот эта страшнейшая ошибка которая видите ли вверху написано на кольцо на кольцо вот и опять на кольцо вот верхняя строчка когда-нибудь люди поймут была совершена миллиардно рублевая миллиардно уничтожена деревьев вот эта ошибка невероятно оставляйте пень он служит затычкой от мороза мало того здесь часто именно таких фотографий море когда вот здесь потом появляются веточки ну а здесь взять вы думаете почему там было вот пожалуйста крону следует периодически прежнего осветляла 91 год то есть опять взял эту самую у одного цитата у другого цитата у третьего цитата книга готова я вот не понимаю он занимался это новые сорта когда выводятся новые сорта они эти новые сорта должны быть как минимум морозостойкие ведь это все-таки россия а какой черт его выдавать не называю фамилии не имею морального права я в Челябинске я гостях у той самой супер питомника знаменитого вот директор питомника царство небесного вот он меня привез поселил гостиницы три вечера после моих этих обходов ну то есть он хотел чтобы я у него работал и меня знакомил знакомил тратил на меня огромное время но вчера я был в субботе и все три вечера ко мне челябинские авторитеты из авторитетов вот приходили а одна из них бывший директор ГСУ вот ну а дальше рассказывать как она мне рассказывала берется это самые сотни каждый день заполняются эти таблицы заполняются эти самые какие-то там и заполняются на другой день уже никому не интересно то что там было сутками раньше как будто на дереве не видно как растет куда растет вот какие-то цифры вот это слабое место у науки вместо результата угара бумаг а потом она говорит наконец 2-3 мы выявили что да для ранирования годится и сотни годится не замерзли все нормально и отдается в этот самый на как называется после испытания идет а в реестр включается государственный реестр все включили после этого пришла зима нормальная 40-45 и все замерзло к чертовой матери вот а почему я сад первые 10 лет еще ждал когда он замерзли она прерывала там такие красотища да такие плоды были еще у меня есть старые фотографии я как никогда не покажу у меня еще этим и сделаны как на бумаге вот и что вы думаете я ждал когда он даже замерзли через 37 лет я успокоился понял он никогда не замерзли но я то деревья не калечу а здесь получается что выпустит новый сорт она стоит искалеченная откуда же у него что будет вот такие мысли мне приходят в голову то есть уважаю как селекционера того же академика ну вот это вот зачем это было делать то а теперь смотрите вы еще не видите распирал распирал а теперь я вот это обращаю внимание именно на это очень важный момент ребята важнейший важнючий вот откуда что взялось это академик я эту схему не встречал особое зрение я что-то запоминаю навсегда что-то никогда прекрасно как и я вот здесь отрезано великолепно еще здесь может быть там я буду показывать это моему украинскому другу он мне прислал фотографию где и как обрезать а вот то что у нас вот здесь еще ладно нормально вот ну терпимо потом дерево продолжает расти он уже тут режет 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 причем какой-то принцип режет мне непонятно просто укорачивать укоротил 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 да получил третий год еще наконец четвертый год смотрите внимательно он взялся теперь все это уничтожать то что он нарастил видели а это речь-то о грушах идет вот укорачивал 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 и теперь получил вот это теперь разрежено ярусной коды вот а потом на хрена было вообще это делать вот начиная отсюда мог бы оставить покой или отсюда вот вот это все дурная ненужная лишняя работа которая привела к тому что он начал потом берется это я уже тут боюсь говорить все я пропускаю я не могу уже это видеть а нет скажу вот это груша и вот это для нее нормально если не прореживать если не убирать часть скелетных веток пусть они вот по таким наклону пусть это иногда у меня в моей жизни три или четыре ветки могучая груш падали вот но они ослаблены чем это прививка понимаете это огромный урожай даже невозможно определить какая именно упадет пусть у этой шансы упасть больше но если их не убирать половину две трети ах она умрет то есть отвалится давайте мы ее отрежем нагрузка то на остальные это будет больше раз вот здесь вот здесь страшное почернение то что называется просто раз я показывал там тоже знаменитый садовод жалел что у него поселился трутовик а как он не поселится если здесь вот такая рана а? и ветка которая другая и даже вот с таким наклоном она разве выдержит когда все дерево больное и внутри оно уже гнилое вот ладно а потом вот это все бурая пятнистость черный рак это все рак черный это грибное заболевание вот единственное что правильно написали господи боже мой черный рак это не бактерии не грибное а это грибное заболевание а грибное заболевание это такое он может груша с черным раком прожить 10 20 30 лет по мере того как дерево искалеченное будет умирать понемножку вот вот так вот и он будет постепенно брать свое мертвичину видите вот это так в целом ладно и вот за ним вот когда вот это вот невероятная ошибка страшная невыносимая ошибка невыносимейшая вот это вот потом в бой вступают как я их написал универсальные солдаты этим лишь бы только заработать деньги и так та самая поливкина 900 тысяч сейчас уже третий миллион учит она из интернета чтобы у нее подлиннее получше разговор ничего не видите так же так же как академик видите нет ничего не видите вот абсолютно еще год и уже вот это дерево поставить в покое и наконец еще резали 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 и загустили окончательно и теперь она это другая схема это другой автор подобрала по принципу сребники свои заработы на миллионах одураченных людей и теперь давай это наоборот ну все как и так же академик вот его беда в том что эти академики не основном сами они довели людей до того что или деревья спасает потом после вот такой дикой страшной видите что оставили вот справа видите одни сплошные раны и потом начинаются самые страшные сейчас я вам покажу а еще один универсальный солдат она на моих глазах отрезала десятки лет вот видите смотрите внимательно это она тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик она отрезалась да потом вот эти больные деревья еще один фильм еще серебряный кип одна моет дерево и ведь это на полном серьезе она моет дерево понимаете моет почему дерево покрылось поняли чем этими сами как сказать аж метями коры кора начинает облазить ну просто облазить в прямом смысле вот появляется мох появляется гриб и она моет другая нет говорит вы что ну не так надо надо сдирать вот она сдирает вот это и наш современный уровень но перед этим они все ничего не видите внимательно посмотрите на деревья я сколько их увидел в фильмах сколько у меня было микроинфарктов обязательно искалечим дерево зачем зачем они отрезают все эти мелкие ветки нанося страшные раны а потом да оно полностью больно и надо резать но меня мезинов олег коллегович поймет ну когда они то поймут а может это самая консультация садовода только в саду сотни приезжает со съемочной группой пусть еще в саду и приливка и обрезка если уж надо резать вот и все-все-все-все-все и показывает на всю страну а вот мы его вместо вот этой дури ой я говорил нельзя мне это самое для них это обидно если им даже они этого не осознают они думают правильно что дерево искалечья надо белить а что не колесим это голову не придет видите что это делает лишний фильм это хочется написать озверели что ли ну пальцы отрез человеку и вот что от этого лучше станет может если пальцы отрезать женщина что ради рожать будет лучше я уже выиграет такой дикий пример уже уже не знаю как как достучаться то до них ведь несколько лет как я все рассказываю я же не просто болтун я передачу фирмы посылал путину посылал остановите так вот они пишут это все из интернета я на что рассчитываю друзья еще слабая надежда сейчас когда Поливкина перестанет получать серебряники за рекламу на этих уча убивать деревья третий миллион подписчиков смотрят ее просмотров третий миллион прошел может быть она хоть сейчас одумается но все равно денег то не дадут за это может она возьмет да уничтожит этот фильм она лидер в стране по уничтожению деревьев если что-то на том свете отвечать придется за это ведь предупредил я она же знает мы это вот примерно такой же фильм как здесь с проклятием я уже сделал ну хоть бы это нет деньги важнее а на миллионы с садовода плевать вот пожалуйста еще почву под Валдием деревьев перекапывают два раза в мае в сентябре на глубину 10 вы понимаете что такое перекопать почву мы старики лучшем случае 40-50 лет или как Олег Олегович дальнобойщик ему что делать больше нечего я вам покажу участки зато будет дорог какие есть у некоторых по гектару вот это кому адресует а еще работа надо совмещать со сбором и уничтожением подземных побегов но это оставьте покоя помните я говорю что вы хотите запады с землей внимание это одно полное всерьез ведь смотри это у людей просмотров с десятки сотни тысяч 4-5 ручных прополок баранований смульсирования почвы 4-5 год этих самых ручных прополок ладно там овощи вырастут я вообще понял черный пар основная система содержания почвы в саду вот вам классика многократные обработки поддержать рыхлым чистым а вы попробуйте в чистом кто-то это пишет хотя бы морковку умудрялся эту самую морковку свеклу вырастить поддержать чистого целиком вот там еще ладно горбатимся вот это дикость какая-то черный пар способствует накоплению сохранению влаги почвы во ребята наоборот и сушивает получает воздушный водно-воздушный тепловой режим наоборот убирается от джерновой покров и это все все ни муравьев ни этих самых все изничтожено вся помните я показывал червей все уничтожено грибы уничтожены грибы это ей это для тех кто учит нас этим перекопкам грибы они входят в цепочку то без них дерево не накормишь грибы грибная мекориза ну ну чему учились то может быть эти девочки по свиданиям бегали а потом тройку вымаливали преподавателя а сейчас с умным видом вызовлят какую-нибудь ерунду еще раз перекопать полностью я под картошку копал ручную десять соток это тяжело это понятно у меня хоть картошка была не сегипта чем обрабатывать садовые деревья и вы знаете когда вот это самое я посмотрел еще ужас пришел смотрите внимательно первая обработка читали все это а вторая обработка читали чем это уже около десятка наименований нет а дальше пошло я уже не могу это читать у меня давление поднимается вот это все вы можете представить что это в саду это в саду в котором ни одной капли нет этого я еще не знаю что это такое что такое дерозал что такое дела как же мой сад так существует а потом прошло и ой и все еще а это еще не все видели еще сколько а еще ничего не забыли лотаром я пользовался от этих от клей но это питомники не в саду что творите это ради того чтобы написать статью вот ничего не забыли ну кто то когда то ведь это и есть то самое импортозамещение когда в каждом саду в нашем будут деревья или яды в перчатках руки голые видели вот это же можно сообразить то что это все невозможно физически ни один человек столько не купит и не станет в саду делать а многие доверчивые то по крайней мере попытаются вы и вы помните что вы